Зимой футболистам не до отдыха. Тренировки проходят в теплом манеже. Для юных спортсменов, а их здесь занимается почти 70 человек, созданы все условия. По словам тренера, к взрослому полю с искусственным покрытием лучше привыкать с самого начала. Самое главное, что в зимний период дети занимаются на искусственном покрытии. Это, наверное, более привычный вариант по работе с мячом в дальнейшем и меньше травматизма. Потому что все-таки бывают проблемы в лет 12, в 13-й переходный период, когда дети сталкиваются с травмами именно коленных суставов, голеностопа. Все это идет от занятий резких переходов с твердого покрытия к мягкому или наоборот. Здесь тренируется несколько групп. Самым младшим 5 лет, самым старшим 7. Если сравнивать с системой школьного образования, то эти дети только готовятся сесть за парту. Как отмечает Александр Киричев, возраст для вхождения в футбол оптимальный. Сознание приходит и хоть какая-то идет небольшая работа с мячом. Потому что до этого возраста дети, ну, там, им сложно там с мячом в руках бегать. Вадиму Прокофьеву 7 лет. Готовится стать вратарем. Мальчик занимается здесь уже два с половиной года. Смотрит футбольные матчи и уже участвовал в школьных соревнованиях. Тем, что там можно завоевывать первое место, кубки получать и медали получать. По словам родителей Вадима, мальчик сам решил, куда пойти. На футбол или на хоккей. Сейчас он нацелен на профессиональный спорт. Когда спортсменам исполнится 7 лет, они смогут поступить на бюджетные места. Почти 40 юных футболистов, которые захотят связать с футболом свою жизнь, будут заниматься бесплатно и представлять Одинцовский округ на соревнованиях. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Роман Попов, Артем Ломоносов.